Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я начинающий мастер маникюра, пошел второй месяц, как я работаю в этой сфере. Работы получаются какие-то хорошие, какие нет, одному клиенту повезет, другому нет. Это раздражает и огорчает. Хочу делать всегда хорошо. Когда работа получается плохо, в общем расстраиваюсь, пытаюсь себя подбодрить. Я не останавливаюсь, несмотря на страх, и работаю. Но еще больше меня расстраивает не какие-то плохие работы, а мой позор. Боюсь негативной огласки, ведь мнение о мастере складывается уже сейчас. С другой стороны, нужно набираться опыта, только так можно стать хорошим мастером. Боюсь позори, негативного мнения о себе, огласки и огласки. Как с этим справиться, я не хочу сдаваться. Ну что же, давайте мы с вами в первую очередь зададимся таким вопросом. А вот какая у вас мотивация? Мотивация работать мастером маникюра. То есть, буквально, вам это зачем? Ага, какую цель? Опять же, буквально, вы преследуете? А вы хотите, чтобы было как-то больше чего-то красивого? То есть, вам хочется, чтобы как-то красоты было побольше. Вот. Или, вам хочется людям настроение повышать. Вот. Для чего? Потому что сейчас, единственная ваша мотивация это делать выглядит вот несколько сомнительно. Такое ощущение, что единственное, чего вы хотите, это вот не опозориться. То есть, вы боитесь, вот, опозориться. И, когда человек, вот, как вот вы, боится, вот, что называется, позора, это означает только то, что другой мотивации какой-то у человека нет. Поэтому я и спрашиваю вас об этом, какая у нас мотивация. Вот. Что это за мотивация? Дальше. Не сложно догадаться, не сложно, на мой взгляд, увидеть, что вся ваша ценность зависит от того, получится ли у вас хорошо сделать свою работу или нет. Это, вероятно, перфекционизм. Но, может быть, и что-то другое, например, желание что-то доказать кому-то, да? Интересный момент в данном случае заключается в том, как мне кажется, чего именно вы хотите доказать, и кому. Ну, и тут, конечно, совершенно очевидно для меня выглядит то, что, вот, ваша работа для вас является, ну, вот, своего рода таким средством достижения вашей цели. Либо того, чтобы быть на хорошем счету у людей, либо есть какая-то еще у вас мотивация. Вопрос, конечно, заключается в том, что это за мотивация. Вот. Возможно, это какое-то дожествование, что я должно. Но, возможно, что-то еще тут тоже нужно смотреть. Но, понимаете, если вы берете на себя слишком много и требуете от себя делать работу и хорошо, то, естественно, вас это будет тяготить. И обычно, когда у человека что-то тяготит, он хочет от этого как-то, ну, избавиться. Поэтому, в данном случае, ваши страхи, скорее всего, про бессознательное такое желание освободиться от того, что вас тяготит. И отсюда вот вы так боитесь испортить себе репутацию. Кроме того, вероятно, вы запрещаете себе как-то злиться, запрещаете себе испытывать, скажем так, какие-то негативные чувства. Вот. И в общем и целом, это тоже, скорее всего, сказывается на том, как вы себя чувствуете, и на том, как вы... ну, себя воспринимаете в этом контексте. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, так это все происходит. Поэтому, само собой, вашей, как мне кажется, такой вот первостепенной задачей является... значит, разгрузка вашей вот текущей деятельности, да? для того, чтобы иметь возможность реализовываться, во-первых, а во-вторых, работать, значит, со своей ценностью и со своими потребностями, вот. Ну, в более таком, знаете, широком, широком спектре, вот, а не только в работе. Вот. Вот. Это, вот, такой момент. Следующий момент, это то, что, вот, если, если, ну, получается так, что вы, как-то вот, боитесь позор, да, вы говорите, то здесь, конечно, есть такой момент, что вы, ну, не очень доверяете себе, вот. Вот. Есть такой момент, что вы не очень хорошо на себя опираетесь, а большое значение придаете именно, вот, другим людям, другим людям. Вот. И это, в общем и целом, как, я думаю, тоже является, ну, такой, довольно серьезной проблемой, потому что зависимы вы, получается, целиком и полностью от того, что скажет людям. Вот. Вот. Это, может быть, проблемой для вас. Довольно такой ощутимый, ну, в принципе, это уже проблема довольно-таки ощутимая, получается, для вас. Поэтому необходимо здесь находить, я бы так это сказал, да, находить опору себе, вот, находить, скажем так, ценности. Ну, ваши, вот, которые могли бы вам как-то расширять спектр того, что вы делаете, расширять значение того, что вы делаете. И не сводить все, вот, только, только к позору или успеху. Вот. Я думаю, так же, что, если, ну, получается, такая, не очень хорошая, ну, по факту, ситуация, которой вы, вот, боитесь позора, то, вероятно, что вы, вот, боитесь позора. Что вы сами, вы сами бы хотели, а, кого-то, а, ну, осудить. Вы сами бы хотели, а, кому-то, а, высказать свое, может быть, недовольство, вот, вы сами бы хотели, может быть, высказать, а, ну, какое-то, вот, непринятие, а, вот. Но, только, вот, если вы этого не делаете, а, вот, если, если вы себе это стараетесь зажимать, а, вот, то, вот, опять, опять же, здесь ничем хорошим для вас это не закончится, потому что вы будете как бы, а, ну, проецировать, вы будете переносить на окружающих свои собственные, вот, какие-то желания, да, свои собственные потребности, вот, и свои собственные чувства. Как, например, вот, сейчас вы практически буквально делаете с окружающим. Вот. 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 Ведь, а, почему, почему, почему вы решили, почему вы решили, а, что вас будут осуждать? Откуда у вас такая информация, ведь люди могут отнестись с пониманием к тому, что вы только учитесь, люди могут отнестись либерально к тому, что вы набираете опыт, но нет, вы, вот, совершенно четко говорите, что меня будут осуждать. Вот. Вот. Ну, и это, вот, наиболее показательно, на мой взгляд, отражает то, что вы, вот, по-видимому, хотели бы сами, сами, осудить кого-то, но, вот, у вас идет, вот, такой запрет. И, вот, это, конечно, очень серьезная, как мне кажется, проблема. Поэтому, а, собственно, с этим, а, в том числе, а, я бы, вот, рекомендовал бы вам поработать и, вот, тоже, а, ну, скажем так, поучиться, да, поучиться, а, поучиться признавать. А, какие-то вещи, вот, у вас, потому что, ну, сейчас, а, сейчас вы, вот, в такой, в такой, а, ну, находитесь, находитесь, в позиции, да, что, вот, все над вами, да, то есть, вот, коллеги над вами. Клиенты над вами, да, то есть, вот, все, 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 все над вами, а вы, вы, как бы, ну, под всеми. Вот, да, и, естественно, это очень тяжело, такая позиция тяжело очень задается, вот, то, что в этой позиции у вас накапливается определенный негатив, да, это вот, совершенно очевидно, как мне представляется. И этот вот негатив вполне может проявляться, вот, в том, что вы думаете, вот, вам скажут люди, да, если вы, вот, там, значит, что-то будете делать не так. Хотя, в принципе, все понимают, что, ну, без обучения никак. И вы, что интересно, вы тоже сами это понимаете. Вот. Ну, только повторюсь, опять же, ну, как бы вытесняете этот аспект довольно сильный. И не позволяете себе направлять себя, вот, другим ориентиром, ну, другим ценностям считаю. Так что, именно в этих направлениях, мне кажется, вам и нужно работать. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Обращайтесь. Подписывайтесь. 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 Подписывайтесь.